Сегодня Наринмарский городской суд избрал меру пресечения в отношении 36-летнего жителя окружной столицы Дениса Поздеева, который накануне совершил жестокое убийство шестилетнего ребенка. Напомню, трагедия произошла в детском саду «Сказка». Во время тихого часа злоумышленник беспрепятственно вошел в здание дошкольного учреждения, где в одной из групп нанес смертельное ножевое ранение шестилетнему Кириллу Савенкову. Сегодня подозреваемый в совершении убийства Денис Поздеев взят под стражу на два месяца. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому округу. Следствие ходатайствовало перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу на время проведения следственных действий. В случае необходимости срок ареста может быть продлен. В ходе допроса подозреваемый от дачи показаний отказался. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в совершении убийства несовершеннолетнего ребенка. Как сообщает информагентство НАУ-24 со ссылкой на Следственный комитет, в отношении задержанного назначена стационарная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Она будет проведена в ближайшее время в Нарьинмаре. В случае признания убийцы вменяемым ему может грозить пожизненное заключение. Отмечу также, что накануне был задержан охранник частного охранного предприятия «Светогор», которое занималось охраной детского сада. Сотрудник частного охранного предприятия подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктами Б и В части 2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека. Напомню, когда Денис Поздеев позвонил в домофон детского сада, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников. Также возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц детского сада «Сказка», не обеспечивших безопасность пребывания ребенка в дошкольном учреждении. Субтитры создавал DimaTorzok